Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Основная версия причины пожара в автомастерской на улице Медицинской в Гомеле, сообщили в областном управлении МЧС. Возгорание в кирпичном гараже, переоборудованном под автомастерскую, произошло вчера около 11 часов. По прибытию спасателей к месту вызова, кровля гаража, оборудованного под автосервис, была полностью охвачена огнём. Вместе с тем, спасателями оперативно был ликвидирован пожар. Рассматриваемые версии причины возникновения пожара – это нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а также нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов. Никто из автомехаников, работавших в мастерской, на момент инцидента не пострадал. В результате пожара огнём повреждены кровля и потолочное перекрытие. Проводятся восстановительные работы. Ельские спасатели помогли дальнобойщику отбуксировать фуру, застрявшую в снегу. Автопоезд не смог тронуться с места на улице Гагарина. В момент инцидента в машине находился водитель. Работники МЧС при помощи автоцистерны и троса отбуксировали тягач с полуприцепом на проезжую часть. Тем временем спасатели Лельческого районного подразделения МЧС доставали из колодца поросёнка. На территории приусадебного участка животное провалилось в канализацию. В колодце из железобетонных колец глубиной 2 метра и диаметром 1,5 метра находилось животное, которое при помощи хозяйственных рукавов было извлечено. Животное не пострадало. В жлобине Мерседес померился силами с рейсовым автобусом МАЗ, совершив лобовую атаку. Водитель отделался царапинами, чего не скажешь о его немецком автомобиле. 26-летний водитель управляет автомобилем Мерседес со стороны БМЗ в сторону улицы Шоссейная города Жлобина. На закруглении дороги не справился с управлением транспортного средства, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом МАЗ под управлением водителя 1970 года рождения. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.